Нет, но вы видели это? Гиберит, швейцарская компания, которая изготавливает инсталляции, унитазы, мебель, ванную комнату, ушла с рынка. Лауфен приостановила всякие поставки. Веллерой бог закрыл шлат и больше ничего не отгружает и не привозит. И еще несколько компаний поступили точно так же. Всем привет! С вами Таня Багвинцева и вы на канале Таня про дизайн. Я сегодня нахожусь на выставке в Крокус Сити Холд Мосбилд Экспо. Я пришла сюда со специальным гостем для того, чтобы вам показать, на что же мы будем менять все эти бренды. Ай, так добрый! Александр Степаню, 25 лет опыта в строительной компании. Вообще в строительстве, в принципе, у него своя компания, логика ремонта. Многие мои подписчики уже знают его из моих видео, так как мы вместе укладывали плитку. Ну, я, конечно, смотрела, а ребята Александра укладывали. Короче, у нас идея была такова. Мы решили сегодня, учитывая то, что происходит на рынке и в экономике, мы решили сегодня приехать на выставку и понять, что, какие материалы сегодня используются, какие производители остались, кто с нами, кто не с нами. На что нам поменять всех тех, кто ушли? Те заказчики, которые сегодня делают ремонт в процессе, либо хотят его начать очень сильно опережать. Они понимают, какие розетки, какие двери, какие сантехнику какую покупать. Плитку положить. Совершенно верно. А так как Александр с двумя высшими строительными образованиями, он что-то точно понимает в сфере. И, ну, как в материалах ты же разбираешься. Конечно, нет, я разбираюсь и в материалах. Я его в помощь. Все, поехали. Пойдем. Так, давай. Орел, это сантехника. Я за сантехнику. Режка, плитка. Давай. О, Орел, я в сантехнику. Пойдем. Пойдем. Так, ну, я привыкла работать с надежными компаниями. Уже порядка 15 лет я продаю надежную, качественную и элитную сантехнику. Поэтому я здесь буду обращать внимание, конечно, на бренды, которые остались с качественной продукцией. Это стенд фабрики Риха, это чешская фабрика. Я с ней очень давно знакома. На самом деле, интересные ванны из камня, что нас больше всего интересует сейчас. Ну и, как я смотрю, интересные раковины. Остались ли вы на рынке вообще в России? Конечно. Нет, не просто остались. Мы и приумножили продажи. А где сейчас производство? Также в Чехии? Производство всегда было у нас в Чехии. Плюс сейчас есть дополнительная площадка для таких ванн. Она находится в Голландии. Но мы грузим со складочкой. А как сейчас с поставками? Увеличились ли сроки поставки? Те товары, которые из складской программы являлись, практически мы грузим их такими же сроками. А более новые товары из Голландии, по ним увеличение сроков связано в основном с повышенным спросом. Насколько увеличились в процентном соотношении ваши цены? Мы работаем по курсу евро. И в принципе курс евро на сегодняшний день у нас выше немножко, лишь за счет комиссии банка. То есть есть тенденции, что цены могут опуститься? Конечно. Безусловно. Мы будем работать, соответственно, действующим законодательством. А людям ждать или все-таки покупать? Или они такие часы сядут и будут ждать, когда цены снизятся? Я считаю, что нужно покупать товары, которые нужны. То есть паника, конечно, поддаваться, я думаю, не стоит. Но если банны нужны, естественно, будут покупать. Ну, то есть покупку все-таки не откладывать? Я считаю, что нет. Ну что, мы пришли в третий павильон. Здесь расположена вся плитка, весь керамогранит, который на сегодняшний день есть на рынке в Москве и в России. И мы проведем некий небольшой обзор, пройдемся по поставщикам, точним у них, что есть на складах, что есть в наличии. Компания находится в России, в производстве. В России? Сроки поставки продукции на сегодняшний день? Полтора-два месяца. Я дам небольшой комментарий, значит, следующее. Компания находится в Турции, в Москве есть складские программы, есть складская программа, порядка 180 артикулов. По стоимости, стоимость пока прыгать нельзя фиксировать, но она подорожала. Уходим дальше. Где находится сама компания, в России или не в России? Компания находится в России. Компания находится в России, прекрасно. Производство керамогранита, керамической плитки, представленное у вас, оно где находится? Производство это в фабрике Индии, это в фабрике Испании. Индия, Испания. Сроки поставки на сегодняшний день, они как раздвинулись, не сдвинулись? И какие вы прогнозируете для того материала, который будет выбран покупателем? Сроки поставки быстро на сдвинулись, но прогнозы пришлось, как сказать, насколько они сдвинулись, то есть пока они не сдвинулись. То есть есть смещение, пока они не достигнут. Так, и наличие продукции на сегодняшний день в России, есть ли какие-то складские программы? Есть складские программы, то есть все, что мы показываем здесь, складская программа, еще не скидывается. То есть все, что представлено, в том числе, на стенде, это складская программа? Да, я могу. Первый вопрос, это ваша компания находится в России, да или нет? Нет, в Беларуси. В Беларуси. А производство находится? Да. У нас крупнейший в Беларуси производитель керамической плитки, керамогранита. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. С Реймером всегда приятно работать. Цена на продукцию на сегодняшний день, конечно, выросла. Сейчас курс немножко стабилизировался, но сейчас где-то на процентов 50-60 она поднялась, но это исключительно из-за падения нашей национальной валюты. А скажи, пожалуйста, есть ли тенденция в том, что цена опустится вообще? Ну, предпосылок для этого нету никаких, потому что из-за спецопераций на Украине в Европе возник энергетический кризис, что привело к росту цен на продукцию, привело к росту цен на сырье. Но у нас на складе есть очень большой ассортимент, практически весь этот каталог у нас есть на складе во всех вот этих цветах. Спасибо тебе. Работает? Компания L'Aparet, она находится в России? Да. Ну и не только. Сама изначально? Да. Ну, российская. Российская. В России, в Индии, в Европе. В России, в Европе. В России, в Европе. На сегодняшний день срок поставки продукции. Я же так понимаю, что вы там, ну, раздаете, или у вас складские позиции? Ну, склады. Я основной склад в Москве и в регионах. Казани, Женево, Сарапку, Волгоград. Понятно. Правильно понимаю, что есть позиции, которые производятся, ну, ближним зарубежьем, а они сейчас, перебой с поставками, с ними не будут никаких? Ну, пока нет. Пока все нормально. Пока нормально. В складах есть материалы. Нет. Российская производница. Подорожала продукция. Подорожала. Процентов на 50. Да. Где-то. Алексей, представитель фабрики Сунержа. У меня такие вопросы. Как на вас повлияла вообще в целом ситуация? Есть ли задержки в постах? У нас все в штатном режиме, достаточно задержек нет. Все российское, в зависимости, может быть, от наших поставщиков, в самоотрубание ржавейки, то, что если это все российское, то цены должны остаться на прежнем уровне, или они все-таки поднялись? Нет, ну, если с полутица на ржавейки, то они все-таки немножко зависят от того, на каком-то таком. На сколько процентов примерно поднялись? На 10. На 10 процентов. 10 процентов мы, наверное, зависим от этого. А цены на сколько поднялись? Поднялись в районе 15. В районе 15 процентов. Поднялись в России, производство, сама фабрика находится в Италии, в Вероне. Значит, срок поставки продукции, в принципе, сейчас, на данный момент, схема, она уже отработана, да, то есть поменялись немножко ауэгистические цепочки. На стоимость это, в принципе, не сказалось практически вообще. То есть, если раньше мы везли море, сейчас мы везем ЖД. Собственно говоря, все, сроки не изменились, они остались такие же. В этом случае удорожание произошло только за счет конвертации евро в рубль? Или есть какие-то дополнительные еще удорожания? Ну, удорожание, я могу так сказать, что удорожание практически не произошло. Оно произошло минимально. За счет того, что поменялись, ну, некоторые цепочки оплаты, можно так сказать. Хорошо, добро, спасибо, и мне тогда визитку возьмут. Пожалуйста. Спасибо. Все, спасибо большое. Дизайнеры будут тем более нужны клиентам, потому что, когда нужно будет покупать сантехнику, через завсклад, через товаровед, через дизайнер магазин, знаете, как в советское время, то дизайнеры, как люди, которые в этой сфере разбираются, будут очень полезны. Для обычного обывателя это просто цифры и квадратики, но на самом деле для архитекторов и для проектировщиков это очень много информации находится здесь, потому что это форматы, которые используют производители в своих коллекциях. Вот. Для чего эта информация для архитекторов и для проектировщиков? При раскладке плитки можно учитывать расстояние от стены до центра плитки, от стены до края плитки, в производстве, соответственно, фанат. Производство там. The production is clear? Yes, it's clear. Three production lines there. А три производственные линии там? Sometimes usually ten days. 10 дней во время производства. And transit time takes 30 days. И 30 дней, а это время для транспортировки. Татьяна, ставьте лайки, пишите комментарии. Ставьте ваш видео на всякий случай. Конечно. Давайте ради интереса узнаем еще вот в этой компании. Они там позиционируют, что у них есть DVD-покрытие. Даже интересно, кто это такие. И рисуют рисунчики, что у них типа из латунки все сделано. А что у вас за фабрика? Чья это? У нас фабрика «Адель» ходится в Стамбуле, в Курции. Ваша продукция сейчас выросла в цене? Например, латунь, да, раньше стоила 4200 долларов. Сейчас 10100 долларов. Это, как бы, 750 МС. То есть это больше, чем на 150 процентов? Да. Дайте визитчик вашему. А что у вас производство? Производство самарского область, производство наше, но вся рецептура, технологии, весь дизайн – это все Дания. Весь дизайн данский, а делается в Самаре? Да, в Самарском. А из каких, из чьих материалов? Это алимарен. Это кварцевый песок. В сочетании с полиэфирным смолоном. Там рецептуру все не будет раскрывать. Но по техническим характеристикам он прочнее и эстетичнее, чем в искусственной камере. На ваш мальчик? Нет, ну, как у всех, наверное. На любой рекламации мы даже, если честно, не разбираемся, кто-то на вас. На любом случае просто все меня месячем, все летом. А сколько примерно ваша мальца стоит? Круглая? Круглая, самая бюджетная, стоит около 11 тысяч. А самая дорогая? Да, около 24. Два? Чашечные, огромные, мальчики. Голубокие, большие, на большую семью. То есть есть и в России производство кухонных моек. В? В Самаре. В Самарской области. В Самарской области даже. Потрясающе. Так, вот мы нашли компанию Alcoplast. Это чешский производитель, который изготавливает инсталляции. Сейчас мы посмотрим, смогут ли они нам заменить гиберит. О, Саш, отлично, что ты подошел. Я хочу сходить в Alcoplast и посмотреть, смогут ли они нам по ассортименту как-то заменить гиберит. Конечно, пойдем посмотрим. Да, пойдем посмотрим. Началось сейчас... А насколько вырос доллар? Ну, то есть вы зависите от доллара или от евро? Мы привязаны к евро и пределы курсовой разницы и варьируется. Сортимент в России достаточно большой, более двух с половиной позиции. Сладская программа. Старые логистические цепочки где-то немножко страдали, может быть где-то обрушились. Но новые существуют, они отрабатываются. Поставки идут, отгрузки производятся. Может быть в меньшем объеме, чем хотелось, может быть с какими-то большими временными промежутками. А сколько гарантий идет на вашу продюсию? 15 лет. 15 лет. 15? Все люди в панике с тем, что некоторые компании временно прекратили работать. Но там где временно мы не знаем, что будет дальше, да? Собственно, мы пришли посмотреть и кто же остался. С удовольствием мы увидели, что ты здесь, как представители нескольких итальянских фабрик. И пройдясь здесь, мы поняли, что Китаем мы не хотим заниматься, честно. Мы тоже. Остались ли вы на рынке? Что теперь со складом? Я знаю, что он опустил. Мы, как были, самый большой склад итальянской сантехники в России, мы так и остаемся. Это правда. Сейчас там пусто или много товаров? Нет. Мы успеваем просто завозить на сегодняшний день. То есть машина приходит? Машина приходит. У нас проблем нету. Склад пополняется. Мы стоим крепко. Сроки поставки увеличились? Наверное, на месяц больше. Поряд причин. Почему? Глина. Стали проблемы с самой глиной для самфаянса. Маленькая джакузи. Сразу первый. Кто написал, что они не поставляют? Мы не остановили. Закрыли отгрузку. А что с моими ваннами, которые заказывают? С ваннами. Когда они их нам отгрузят? Я не знаю. Как быть? Ждем? Хотите? Ждите. Хотите я вам оберну деньги? Марк, архитектор. Мы просто сегодня встречаем дизайнера. Поймали тебя. А как у тебя вообще настроение с ситуацией, которая есть на рынке? Ты станешь менять, например, итальянские бренды, которые сейчас под заказ с увеличенным сроком и по стоимости выше, на какую-нибудь китайскую продукцию или чешскую? Ну смотри, мои клиенты, в принципе, еще пока что пользуются твоей продукцией. Что будет дальше, а ты кого знаешь. Я так думаю, что будет много попыток сделать и что-то наше. Ради бога, пусть. Я вот эти вот вещи, я скорее доверю профессионалам, ну, в частности, тебе. Я к тебе приду, и ты мне скажешь, в чем плюс, а в чем минус. Правда? Ведь ты же не обманешь. Это доверие архитектора. Я изучаю, как я могу обмануть тех, с кем я работаю много лет. Вот, правильно. А если я буду каждый продукт изучать, я просто... Сойду с ума. Да, давай подведем итоги, что сколько ты визиток набрал, сколько я и с кем реально можно работать. Ты вообще успокоился немножко на высказке, нет? Да, я могу успокоить всех своих заказчиков, всех своих друзей, покупателей, обывателей, что, в принципе, ничего не произошло. Рынок как был, так и работает. Есть на что менять, да? Да. Раз, два. Карта мир. Карта мир. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И карта мир. Десять, что за карта? А карта мир тебе тоже выдали? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мы без карты мир. Слушай, у тебя девять, у меня девять. Вывод наш такой, если керамическую плитку можно в целом заменить на индейскую, на испанскую, и на складах она присутствует, есть какие-то российские бренды, и Италию также можно заказать под заказ, она придет, но только уже с большим сроком, правильно? Вот, то, допустим, итальянские фабрики заменить по дизайну на Китай, или на какую-то Чехию, или на российские бренды, там российских смесителей вообще нет, в принципе, да, они только китайские. Ну, я бы, честно сказать, не стала менять. Те, кто любит Италию, все-таки, ну, подождите Италию. На складе тоже есть варианты, и смесители вы видели, что есть, и некоторые унитазы и раками тоже есть, и все-таки вот эту всю красоту хочется оставить в ваших интерьерах такой. Не стоит менять на низкое качество. Что касается дизайна интерьера, а что касается керамогранита, керамогранит есть достойнейшего качества российских фабрик, я их просмотрел, это керамамарацци, это италон, это корн или крон, что-то такое, поэтому, ну, есть чем. Подписывайтесь на канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии, какие темы вам было бы интересно разобрать. До скорой встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok